Срочно требуется на лечение Павлодарки Светланы Олексенко. У женщины рак носовых пазух. В Казахстане медики не могут помочь. Шанс на жизнь дают южнокорейские врачи. Дорогостоящие процедуры начнут проводиться дня на день. Однако денег, чтобы оплатить их, у семьи нет. Здравствуйте, моя хорошенькая. Как ты там? Света, ты сейчас в больнице или нет? Ну, как, я держусь, но у меня головокупжение появилось. Глаз окипает, особенно по утрам, после сна. Прямо, отлично, значит, вот завтра должно начаться лечение. Я надеюсь, что оно лучше. Слышать голос дочери – самое большое счастье для Ольги Ильиничны. Ведь каждый день она боится пережить ее. 35-летняя Светлана Олексенко сейчас в Сеуле на обследовании. У нее рак носовых пазух. Повторный. В первый раз он обнаружился в 2017-м. Причем сначала казахстанские врачи ошибочно диагностировали воспаление слизистой. А потом сами посоветовали лечиться за границей. В корейскую клинику женщина попала уже с четвертой стадией онкологии. Наша телекомпания также снимала об этом сюжет. Тогда, благодаря отзывчивости повладарцев, удалось собрать нужную сумму и победить болезнь. После были год и восемь месяцев стабильной ремиссии. Все это время Светлана регулярно наблюдалась у спасших ее медиков. Но в последний приезд они зафиксировали рецидив. Переживаю, чтобы она, самое главное, чтобы она сжимая у меня всталась. Тяжело. Не дай бог такому никому пережить, как мы переживаем сейчас. Просим помощи, кто может помочь. Веселая девчонка такая, энергичная вся была, доброжелательная. Ну, везде хваталось, везде у нее все получалось. Никто не думал, что вот так получится. Конечно, она хотела и детей, и всего. В связи с этой болезнью, я думаю, что у нее осталась одна мечта. Просто хотя бы жить. Жить, быть здоровой. На лечение Светланы Олексенко в Корее нужно 70 тысяч долларов. Таких денег у родных девушки просто нет. Все, что могли, уже продали. Остался только недостроенный дом, в котором живут. А также три кредита и огромные долги после первого лечения. Меж тем, рак у Светланы развивается стремительно. Счет идет на дни. Вся надежда матери, мечтающей, наконец, обнять дочь, на участие и помощь неравнодушных людей. Любая сумма – шаг к выздоровлению.